Ищем около 700 потомков армии Алаш. Об этом в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан заявил общественный деятель Берик Абдегали. В Астане известный историк представил публике книгу под названием «Военные формирования Алаш Орды». Издание выпущено небольшим тиражом в количестве 500 штук. Это было все секретно. Мы не могли это знать. Благодаря нашей независимости мы сегодня имеем такую возможность, что рассекретили позиции, которые действительно казахское формирование были. И они существовали, они воевали. За что? Они сражались за свободу независимости казахов. Монография является результатом исследования, выполненного автором на основе множества архивных документов и иных источников, собранных и впервые обработанных в течение четырех лет. Основная цель изыскания берега Абдегали – найти потомков тех самых героев, чтобы они знали и гордились своими предками. Кто такие эти алашардинцы? Есть ли среди них наши предки? Создать список имен была моя основная цель. Мне были нужны конкретные имена. Теперь остаётся найти их потомков, а о них сейчас никто не знает. Они участвовали в войне в 18-19 годы. Позже всем запретили их называть по именам. Вообще в Житесуйском районе был создан список имён, которые были выходцами из Аягуза, Зайсана, Семея, Маханчи, Ушарала, Аксу и Жаркента. Теперь необходимо найти их потомков по летописи. Исследования проводились в архивах и библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Томска. Глава Международной Тюркской Академии Дархан Кадрали выразил благодарность автору Берику Абдегали за проделанную им работу и вручил ему благодарственное письмо ТВЭСКО за вклад в изучение истории тюркских народов. В Алматы прошёл показ уникального документального спектакля под названием «30 лет назад моим родителям было 30». Премьера, актёрский состав и уникальный формат представления вызвали настоящий восторг у публики. Идея спектакля «30 лет назад моим родителям было 30» предлежит Анастасии Тарасовой, директору театра «Артишок», моей коллеге, моей большой подруге. Насте подвернулись вот эти журналы «Огонёк». У неё дома лежала целая пачка, она их притащила. Мы стали сквозь них смотреть и поняли, что есть определённая связь между тем, что волновало людей 30 лет назад, и нас сейчас 30-летних. Название произведения говорит само за себя. Весь спектакль основан на публикациях журнала «Огонёк» за 1988-1990 годы. В статьях из интернета и интервью самих артистов с их родителями. В спектакле заняты актёры театра «Артишок» и англоязычного театра Анна Фёдорова, Думан Нурсила, Артур Асланян и актриса Ксения Мукштадт. Спектакль — это работа с гипертекстом, в первую очередь. Меня интересовала не столько сюжетная линия, не столько проложенная какая-то история, сколько впечатление и ощущение. Частично этот спектакль настроен, частично какие-то реплики настроены, частично реплики абсолютно импризационные. Создатели называют постановку попыткой заглянуть внутрь самих себя, нашего поколения и поколения наших родителей. Что у нас с ними общего? Чем мы различаемся? И какое будущее ждёт всех нас? Экспериментальный спектакль стал для алматинской публики настоящим открытием. В Государственном музее искусств имени Абулхана Костеева состоялся вернисаж выставки художницы Джан Би Юнь из Китайской Народной Республики. На выставке представлено около 50 произведений, выполненных в двух разных манерах, в двух разных живописных техниках — традиционной и академической. Много народов зыщих прибыли сюда и своими глазами увидеть, как китайские художники нарисовать такой жизни, нарисовать такое отношение и как выразить тружбу между нашими странами. Джан Би Юнь — доктор философии, член Ассоциации русских художников, доцент, преподаватель колледжа искусств при университете Джан Цзянь, отдает предпочтение традициям классической китайской живописи Го Хуа — методу изображения предмета при помощи линии и пятна на нейтральном фоне. Я очень рада приехать сюда, делать выставку. У меня живопись, много в китайском стиле. И я хотела два стиля вместе соединить — китайский и европейский. Хризантема для китайского художника — это душа. Это когда хочется спокойствия для души, отдыха. А когда я волнуюсь, то рисую бамбук. С 2009 года Джан Би Юнь путешествует с выставками по разным городам Украины, Польши, России, Италии и Китая. Её работы находятся в частных коллекциях, музеях и галереях.